Всем привет! Давненько у нас не было видео, я был в отпуске, немного отдохнул и сегодня хочу показать 4 разных прицепа и дополнительное оборудование, которое мы установили на эти прицепы. Давайте посмотрим. Итак, первая модель у нас МЗСА 817710.004. Это прицеп с размерами кузова 1,85 на 1,23 м и высотой борта 47 см. Это дачный прицеп, который обычно используют для перевозки бытовых грузов, коммерческих небольших грузов. И цеплять данный прицеп можно за различными легковыми автомобилями, начиная от класса Priora. Прицеп у нас полностью оцинкованный на рессорно-амортизаторной подвеске AlcoCover. Передние и задние борта у прицепа у нас открываются. На прицепе здесь у нас установлен евро-тент, который имеет клапан спереди и сзади. Тент крепится на прицепе с помощью скоб и пломбировочного троса. Евро-тент особен тем, что имеет более плотную ткань и достаточно большой срок службы. Также он хорошо натянут и придает прицепу более эстетический вид. Итак, на прицепе, на сцепной головке у нас установлен наконечник для защиты бампера. Резиновый такой буфер. Установлено у нас опорное колесо. Дальше у нас V-образное дышло. Платформа на данном прицепе откидывается, то есть имеется функция самосвала. На дышле вот таким образом у нас крепится запасное колесо. Это у нас кронштейн для запасного колеса. Он универсальный. Можно 13-14 колеса вешать на этот кронштейн. На данном прицепе у нас колеса размером R13. Само колесо крепится с помощью двух болтов. Сзади у нас на прицепе также имеется клапан. Тен-крепт с помощью скоб и троса. И сзади у нас есть наконечники для пломбы, для замочка. Вот такой хороший, приятный оцинкованный прицеп МЗСА. Второй прицеп это у нас прицеп МЗСА 817701.012 с размером кузова 2,45 на 1,23 м. Высота борта 30 см. На этот прицеп мы также установим евротент. Имеет он V-образное усиленное дышло. То есть здесь труба на дышле уже идет 60 на 80. На борту прицепа уже установлены скобы. Бортовые замки установлены от фирмы КНОТ. Такие как на прицепах Компакт. Вот такие вот бортовые замки. Открываются они так же просто. Вот таким движением. И закрываются так же просто. На прицепе дополнительно установлена светоотражающая лента, которая очень ярко светится ночью. Это лента фирменная. Она наклеена по бокам и сзади прицепа у нас. Она нужна для того, чтобы ночью прицеп был виден. Даже если не будут работать фонари. То есть ночью ваш прицеп будет очень видно, наверное, с расстояния километров. Также на прицепе установлены светодиодные фонари FT-122 фирмы FRISTAM. Они полностью у нас герметичные. Здесь пленка еще стоит у нас. На крыле прицепа мы будем устанавливать вот такие вот противоткатные упоры, которые имеют кронштейн, держатель. Примерно они встанут у нас вот в таком положении на крыле. Второй вариант установки данных кронштейнов это на передний борт. Обычно их ставят вот в центр. Но здесь у нас, поскольку тент будет спускаться на половину борта, здесь места для них не хватит. Можно их также установить в эту часть. Но сюда мы не планируем ставить, потому что обычно вот в этой части прицепа, в этой части прицепа очень грязно. То есть прямо из-под колеса автомобиля обычно здесь грязь. И противоткатные упоры могут даже сломаться от камней. И неудобно будет их использовать, если они будут очень грязные. Внутри платформы прицепа есть крепежные петли, штатные заводские. Дополнительно здесь установлены еще 8 вот таких вот напольных петель. Вот так вот они установлены. В принципе, также штатные отверстия. И вот так вот они, в принципе, лежат. И не будут даже мешать при перевозке листового материала. Здесь у нас находится прицеп МЗСА 8177-11. Прицеп с платформой 312 на метр 37, высота бортов 30 сантиметров. На прицепе установлен у нас аэродинамический евро-тент. Также имеется клапан в передней части. Лямки для крепления тента в открытом положении. Способ крепления такой же, как на фуре. Специальные вырезы для замков. И вот такая вот натяжка тента. В передней части надышли. Здесь интересно то, что установлено опорное колесо с поворотным хомутом на 90 градусов. То есть, обычно, если мы хомут откручиваем ручку и колесо вверх задираем, то здесь колесо опорно убирается поворотом на 90 градусов. То есть, отгибаем скобу и поворачиваем. Сзади на прицепе у нас также есть клапан. Также есть лямки для крепления клапана в открытом положении. И для данного прицепа еще предусмотрена установка стапель для перевозки лодки ПВХ. А вот он лежит у нас в кузове прицепа. Вот так выглядит внутренняя часть прицепа с камуфляжным тентом. Прицеп МЗСА817717.015. Это прицеп с платформой 3,5х1,5, который имеет усиленную подвеску на 900 кг. И колеса вот в автомобиле УАЗ. Колеса здесь R16. Балка на тонну 300 здесь. Сзади прицеп установлена опорная стойка. Также установлены здесь контурные огни. Передняя часть имеет вот такую вот интересную форму. Это ниша для запасных колес. На прицепе также установлен евро-тент. В передней части установлено опорное колесо. Ниша для запасных колес. Выглядит вот так вот тент. Здесь также заклепан к борту. Слева и справа сзади установлены опорные стойки и контурные огни. Светодиодные. Штатные фонари ЕС-19 были заменены на фонари FT-122. Светодиодные, герметичные, очень яркие. Также очень хорошо светят они. Сзади прицепа здесь клиент установил ворота распашные. На воротах есть ручка. Есть замочек, которым можно закрывать. Ворота открываются достаточно просто. Прицеп здесь полностью у нас обшит фанерой. Есть места для установки окон пластиковых. Есть внутри светодиодное освещение с выключателем. Два фонаря светодиодных. Они очень достаточно ярко светят. И в передней части мы видим ниши для запасных колес. То есть можем будет установить туда два запасных колеса. Левая воротина у нас закрывается с помощью вот таких фиксаторов. Правая воротина у нас закрывается с помощью вот такого нержавеющего замка. Ворота у нас установлены на газельские петли. Здесь у нас представлены все модели лодочных прицепов МЗСА. Это бестормозные модели лодочных прицепов, которые подходят для судов длиной от 3 до 5,5 метров. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Пока. Удачи на дорогах. Субтитры сделал DimaTorzok